Здравствуйте, друзья! И с вами снова я, Михаил Шилов. Сегодняшний вот данный видеокаст о прокрастинации. Он является продолжением серии видеокастов на тему о том, что мешает нам начать действовать и что мешает нам начать действовать эффективно. Если вы не смотрели предыдущие видео, обязательно посмотрите. Предыдущее видео было о ступоре перфекциониста, и оно начинало вот эти два видеокаста о том, что мешает начать действовать высокоорганизованным людям. То есть первые самые видео были о низкоорганизованной деятельности, о низкоорганизованных людях. Здесь речь пойдет о высокоорганизованных. Так вот, прокрастинация. Такое ругащее слово, да? Прямо как будто какое-то заболевание. Прокрастинация. Что же это такое? На самом деле прокрастинация это термин, который характеризует такое понятие, как невозможность начать действовать. Несмотря на то, что объективно существуют очень веские причины для того, чтобы начать. Понимаете? На самом деле прокрастинация может быть двух типов. Она может быть и для низкоорганизованных людей тоже, и вызвана такой банальной причиной, например, как лень. Человек настолько ленив, что не в состоянии начать действовать, да? Или он может быть не знает, как начать действовать, как начать думать в сторону данного действия. Знает, что вроде бы надо, но не знает, как вообще, да? Это тоже другая причина. Об этом были первые два видео. Обязательно посмотрите. Вернее, одни из первых видео. Здесь же мы поговорим о прокрастинации, которая характерна для высокоорганизованных людей, которые являются профессионалами. Они знают, как действовать. Они понимают, как действовать. И у них, может быть, причина такая веская, как действие, это начало дедлайна. То есть, вот наступит дедлайн через какое-то время. Они знают, что необходимость действовать есть, но не могут себя заставить. Несмотря на то, что они профессионалы, они знают, как это сделать. И знаете, в чем причина? Нет, здесь не та причина, что в предыдущем видео было. Здесь не ступор перфекциониста. Нет, здесь уже все понятно, что они готовы даже сделать работу немножко похуже. То есть, не как перфекционист, но просто не могут. У них именно прокрастинация. Почему? Объясняю, почему. Так вот, такая беда присуща как раз наоборот для очень высокоорганизованных людей. У них горе от ума. Реально. Понимаете? Связано это с тем, что они очень хорошо планировать умеют. И они видят проблему многогранно, всесторонне. Они видят все нюансы, тонкости, детали программы. И видят все проблемы, которые с этим связаны могут быть. То есть, видят все проблемы, которые связаны с решением конкретной задачи и с достижением какой-то поставленной цели. Они настолько видят сегментарно и детализируют, что у них любая задача разбита на миллион подсегментов. И вот это планирование глобальное, оно мешает. То есть, настолько детализированный план, что просто посмотреть на него и ужаснешься, как его можно делать. Они начинают его делать, они делают план-график, расписывают все детально, начинают делать. Но мы все знаем, что план реализовать никогда невозможно вовремя. Всегда возникают какие-то нюансы и детали. И вот человек пишет себе план, предположим, на день. Из этого плана он выполняет, в лучшем случае, половину, условно говоря. У него не получается, он переносит на следующее, а там уже свое запланировано. И опять не получается. И в итоге одно накладывается на другое. Он загоняет себя в дедлайн, еще до начала дедлайна всего проекта. И все, у него возникает ступор совсем другого плана. Он теряет мотивировку к действию. Он хочет начать делать все сразу, ему надо завершить недоделки прошлые. Нужно уже делать с перспективой на будущее. А еще такие люди, как правило, они очень инициативные. Им хочется делать еще что-то кроме этого, действовать дальше. И у них столько много планов и столько много дел, которые надо сделать, что в итоге они не делают ничего. Они впадают в такое вот состояние такого вот бездействия. То есть, потому что не знают, с чего начать делать и действовать. В итоге для того, чтобы успеть сделать хоть что-то, они берутся за самые неважные дела. Но те, которые они смогут завершить, чтобы поставить галочку. В итоге они занимаются какой-то рутиной, мелкими делами, поддержанием какого-то бизнес-процесса. А стратегические вопросы не решаются. И человек изо дня в день не может начать делать какое-то важное дело. Все думая, что завтра наступит тот самый день, когда у него все получится. Когда оканчивается это тем, что человеку хочется начать каждый день с нуля, с белого листа, там что-то там еще. Он себе говорит, ну вот все, вот с 11 часов дня там я начну действовать. Или с завтрашнего дня, или вот после выходных, или что-то еще. Он начинает откладывать, хотя прекрасно понимает, что ничего не изменится, ничего не решится само по себе, если не начать действовать. Так вот, каким образом решается данная задача? На самом деле, уметь планировать, и селективно разбивать задачи на массу подсегментов, это очень хорошо, потому что человек тогда видит всестороннюю проблему, ему понятно, где могут быть какие-то загвоздки, какие-то проблемы, решения, все. Но нужно научиться не ставить себе в четкие привязанные задачи какие-то мелкие проблемки. То есть, понимаете, не нужно привязывать к плану-графику какие-то мелочи. К плану-графику нужно привязывать стратегические задачи. То есть, самые большие пункты. Мелкие же ставятся в план чуть ли не по ходу работы, а может быть даже они только прописываются в отчете. Их даже не надо иногда и фиксировать, потому что они захламляют весь общий план, и именно при выполнении плана, если работать по нему, вы и возьметесь работать с мелочей. Очень часто хочется сделать как можно быстрее. Начать день с дела, что называется. То есть, сделать что-то эффективное и поставить галочку. В итоге вы полдня будете делать всякую мелкоту ненужную, которую потом под вечер, когда у вас эффективность вашей деятельности будет низкая, то есть, ну, то упадет, ну, то встанете вы к концу дня. Можно спокойно доделать в режиме автомата буквально. А вот стратегические задачи, которые требуют умственной нагрузки, реальной деятельности, встречи с людьми, вот их надо решать на самом деле с утра. То есть, в первой половине дня, когда вы максимально сильны, максимально эффективны в своей деятельности. Вот так вот. То есть, на самом деле, не пытайтесь, я говорю, привязать к плану графику решение каких-то мелких задач. В планы графики ставим задачи только стратегические. Мелкие задачи ставим в напоминалку, чтобы не допустить их из виду. В план глобальный мелкие вещи тоже ставим. Почему бы и нет? В конце концов, эти вещи можно будет кому-то делегировать, в конце концов, их можно будет сделать, когда у вас появится там окошко свободное. Понимаете? Вы эти мелочи порешаете, когда появится свободное окошко. Или когда... Это так и получается. Предположим, вам нужно сделать какие-то телефонные звонки. В машине едете и позвоните. Не выделяйте время для этого специально, сидя за столом рабочим. А в план написали. С утра делаю такие-то звонки. Вы сели за стол, и вместо того, чтобы поработать над какой-то статьей, там, предположим, или подумать на какую-то тему, составить стратегический какой-то план, какое-то действие произвести реально, которое важно, которое продвинет вперед проект, вы начинаете заниматься мелкими вещами, которые можете делать походя, когда вы идете на обед, не знаю, в туалет. Таким образом, надо быть эффективнее. Вот и все. То есть повышение эффективности достигается не максимальной детализации, а наоборот упрощением. План стратегический должен быть максимально прост. Он должен содержать в себе несколько пунктов всего-то навсего. И вся ваша деятельность должна быть направлена на решение вот этих пунктов. Чем их будет меньше, тем будет лучше. А все эти мелочи, все остальные, вы должны стараться решать походя, привязывая их к тому времени, которое остается свободным от решения самых главных и важных стратегических задач. Поэтому хватит заниматься планированием. Человек, который высокоорганизован, он не должен все время заниматься планами. А я знаю, что кто болеет вот такой прокрастинацией, они на планирование тратят времени чуть ли не больше, чем на выполнение этих планов. Удачно организованная деятельность, когда вы ее ведете совершенно правильно, вернее, когда вы удачно организуете свою деятельность, то планирование занимает достаточно много времени, но только на начальном этапе. И потом на моменте корректировки вы уже тратите на планирование очень мало времени. На мониторинг и на корректировку мало. В начале проекта делается большой план, а потом все намного проще, и не нужно за планами просиживать все свое время. Знаю люди, которые сидят и планируют записными книжками, там у них 20 тысяч записных книжек, 20 тысяч органайзеров, они, это человек-гаджет, человек-гаджет, он весь утыкан напоминалками чем-то еще, и в итоге он загоняет себя в цитнот, загоняет себя в состояние перегрузки и не в состояние начать действовать. От этого нужно уйти. Упрощение. Упрощение самый главный способ борьбы с прокрастинацией. Не рассматривайте мелкие задачи вообще как задачи, решайте их походе. Крупкие задачи упростите, не надо их сильно детализировать. Анализ и синтез две великие вещи. В начале проекта вы делаете анализ, разбиваете на максимальное количество частей, а потом группируете, сводите в синтез, в несколько стратегических задач, любую тему. И решаете уже их непосредственно. Опять же, ранжируете их и занимаетесь самыми важными вещами. Вот. Упрощение. Постарайтесь упростить все в своей голове. Свести к минимуму количество записных книжек, гаджетов, напоминалок. Если вы ограничитесь одной записной книжкой для быстрых записей и какой-то там электронной напоминалкой в виде Google дневника, вандерлиста или чем-то еще. Может быть они у вас синхронизированы между собой будут. Это в принципе достаточно. Не захламляйтесь. У вас все должно быть в одном месте. Современные гаджеты позволяют делать это все довольно просто. Выберите один из инструментов. Не хватайтесь за все. Вы никогда не успеете за трендами в организации деятельности. Если вы будете изучать различные программы по тайм-менеджменту, по всему прочему, вот на это будете тратить столько времени. Да, обучаться нужно, но не нужно посвящать этому то время, которое надо тратить на реальные решения, реальных задач. Ни в коем случае. Обучитесь какой-нибудь одной, одному, двум способам. Примените в жизни их. Может вам их хватит до конца жизни. Понимаете? Эффективные планирования не всегда требуют изменения системы планирования. Если вы какой-то системе планирования научились и она эффективно работает, она вас будет устраивать очень долгое время. Я знаю людей, которые добились высочайших результатов, имея только одну записную книжку, потому что в то время не было гаджетов, когда они обучились системе планирования и системе реализации планов. И они сейчас и так поступают. Не потому что они тупые и они не могут освоить компьютерные технологии и все прочее. Нет. Просто им это не нужно. Это не востребовано ими, потому что у них уже есть удачная система планирования, которую в принципе менять уже не нужно. Если они что-то добавляют, то добавляют в основном электронные способы напоминалки или совместное планирование при совместной организации проектов. А собственные темы, вот у них есть записанная книжка, они всю жизнь так делали и делают. И это нормально. Вы сейчас в тренде новых технологий освоите. Одну-две. И этого вполне хватит. Итак, хотите повороть прокрастинацию, высокоорганизованную, связанную с зашориванием мелкими делами крупных глобальных целей, упростите свою систему опланирования и мониторинга. Чем проще, тем лучше. Вот таким вот образом и поступайте. И все будет у вас отлично получаться. Ну, в принципе, на этом я завершил серию видеокастов на тему о том, как начать действовать эффективно. Обязательно подписывайтесь на все мои каналы на ютубе, на плейлисты на мои. И посещайте мои ресурсы. Мои ресурсы на самые разные тематики. По спортивной медицине, по боевым искусствам, вообще за жизнь. Будет интересно. Посещайте мои сайты, мои каналы. Подписывайтесь на SoundCloud. До встречи, друзья. И удачи вам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»